Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Опять сегодня у нас такой походный урок. Но вот так получается, что утром надо помолиться, а потом работа, и по пути у нас сейчас тренинг в Проварах, надо ехать из Тиева. И поэтому я в пути, в машине, значит, провожу урок прямо, как написано, и будешь повторять слова эти, в Шмайсраэль мы говорим, сидя дома и находясь в дороге. И вот я слова Торы сейчас повторяю, находясь в дороге. Все, обычно провожу урок, сидя дома, а сейчас выполняю то, что в Шмайсраэль мы говорим, каждое утро, каждый вечер, находясь в дороге. Хана Шамис, шалом! Марина Лея, шалом! Елена Сикорстия, Ботиртов, шалом! Отлично! Значит, и сегодня у нас как раз в Израиле выборы сегодня идут, и этот урок посвящается тому, чтобы победили силы добра. Кто силы добра, Бог на небе знает. Главное, чтобы победили силы добра. Мы увеличиваем силу Торы, силу добра. А как это все реализуется в материальном мире, мы узнаем. Узнаем сегодня вечером, кто у нас... Но главное, что силы добра всегда победят. Татьяна Зума, шалом! Все отлично! Анастасия Рудковская, Йосеф Бинни, доброе утро! Всем доброе утро, шалом! Итак, значит, мы вчера изучили очень серьезную Мишну. Почему мы не понимаем, почему... Что мы... И почему мы не понимаем, а в принципе мы не понимаем, что есть праведники, которым плохо, и не понимаем мы, почему есть злодеи, которым хорошо. Хорошо, значит, но от этого ничего не меняется. Человек должен учить Тору соблюдать заповеди и стараться, чтобы ему было хорошо. И вот сейчас сегодня у нас Мишна такая. Она говорит, сказал Раби Яков. Он говорит нам следующую вещь. Он как бы... Я думаю, что вот в этой Мишне... Ривка, шалом! Я думаю, что в этой Мишне как раз и есть ответ на вопрос, может быть, почему есть праведник, которому плохо. Вот, смотрите. Сказал Раби Яков. Сказал Раби Яков следующую вещь. Аула Мазе, этот мир, в котором мы живем, материальный мир, удуме лепраздор лефнеатараклин. Этот мир похож на коридор, коридор, перед дворцом. Идкин ацмеха бепраздор, подготовь себя в коридоре, чтобы войти во дворец. Понятно, да? Давайте разъясним, что это значит. Вот обычный человек, он как воспринимает жизнь и мир? Он воспринимает жизнь и мир. Вот он я. Вот то, что я вижу в окружающем мире. Вот мои желания. Пирамида потребностей Маслоу, например, да? Физиологические потребности, потребность с кем-то общаться, потребность быть лучше других, потребность в безопасности, потребность в самоактуализации, понять вообще, кто я и зачем в каких-то смыслах. То есть, это так живут обычные люди, материальный мир, да? То, что человек воспринимает. Но если мы переходим на чуть-чуть больший масштаб, и мы смотрим на ситуацию и говорим, а зачем этот материальный мир? Кто его создал вообще? Ну, зачем? Какой смысл? Вот этот весь мир пыхтит и пыхтит, пыхтит и пыхтит. 7,5 миллиардов человек сейчас. Было 2, сейчас 7,5. И все умрут, никого не останется через 70 лет. И все пыхтят, пыхтят, трудятся. Еще деньги, еще деньги, еще что-то купить, что-то там отдохнуть, кайфануть. Потом брык и умер. Зачем вся эта сложная машина? Зачем вся эта вот мешанина? Ну, то есть, какой в общем глобальный в этом смысл? Если человек задумывается, и вот он глобально посмотрит на всю эту картинку, на жизнь, он поймет, что ее кто-то создал, да? То есть, ну, невозможно, чтобы такая сложная, организованная, работающая машина, она существовала без творца и без смысла, без цели. Значит, человек, например, может догадаться, или может поверить, что есть создатель, есть творец, который эту систему создал. Но остается вопрос, а зачем он ее создал? И тогда религиозное описание мира говорит следующее, что он создал всю эту, вот эту вот механическую машину, которая называется мир. Он ее создал для того, чтобы человек, находясь в этом механизме, и 70 лет своей жизни беспрерывно бегая, да, все светлое время суток, зачем-то бегая, получил в итоге награду. Какую награду? Духовный мир. Это следующий этаж, который не видно, но в который можно перейти, если ты, бегая в этом мире, успел сделать добрые дела и заповеди, которые Бог сказал делать. В чем интересно, что это сегодня утром во время молитвы, я понял, что заповеди, заповеди, они потому и переносят человека в этот другой мир, что они непонятные. То есть ты делаешь заповеди не для этого мира. Заповеди, которые ты делаешь, например, там заповедь Цицит, заповедь Филин, большинство заповедей, они человеку вообще непонятные. Они человеку, ну зачем это делать, как это работает, непонятно. Но в этом и прикол, что ты, выполняя волю Бога, выполняя то, что Бог сказал, ты перепрыгиваешь вот в тот духовный мир, который называется дворец, который является наградой за вот этот вот путь в этом мире. Тогда становится все понятно. Значит, есть два мира. Есть мир материальный, есть мир духовный. В духовном мире мы его не можем воспринять, в материальном мире это другой мир, он по-другому работает, на другой волне. Вот я сейчас, например, еду в машине, мой телефон, он воспринимает сигналы, там сигналы, которые он ловит и превращает в картинку. Или ваш телефон, телефон, компьютер, он понимает сигнал вот этот вот, который превращает электричество в меня у вас на экране. А мой мозг этот сигнал не ловит. То есть вот его просто нету. Тут летят сейчас волны всякие, там телефоны звонят, там радио, там все волны радио сейчас есть в машине. Вот я еду в машине, тут одновременно есть все волны радио, все радиостанции сейчас слышны. Но я могу услышать каждую радиостанцию только если мой приемник настроится на ее волну. Тогда в приемнике зазвучит музыка. А сейчас приемник выключен, и все волны есть. Представьте, все одновременно радиостанции сейчас звучат. Шансон, радио ретро, Кис-ФМ, там всякие, миллион разных радиостанций. Тут же одновременно летят, я же еду по городу, летят сигналы всех телефонов, но я их не воспринимаю головой. То же самое духовный мир. Человек, он живет, вроде все материальный мир действует, но тут одновременно присутствует мир духовный. И он отдельно, мы его не воспринимаем, находясь в материальном теле. Теперь Бог так сделал, что когда человек проходит вот этот материальный мир, если он хочет получить вечный мир, вечный кайф, вечную награду вот эту, он должен в материальном мире должен сделать определенные действия, и эти действия привязать их к своей вере в Бога. То есть он говорит, я верю, что есть духовный мир, я верю, что я, вот эта вот модель, что такое я? Это каждый человек себя представляет каким-то, у него есть свои цели, то, что он хочет получить, у него есть свои воспоминания, то, что когда-то с ним было хорошего или плохого. Все это вместе дает человеку нить и внутри образ себя. Я есть, говорит человек. Теперь дальше. Любой человек, он очень бережет свое, свое вот это я есть, да? Он очень хочет, чтобы это я есть существовало, чтобы оно просыпалось утром, чтобы оно жило долго, чтобы вот это я есть получало максимум удовольствия и позитивных эмоций. Теперь и человек хотел бы, любой человек хочет сохраниться, даже когда тело отомрет. И вот в этом и есть смысл, смысл вообще существования всей этой системы. Бог дал нам возможность, пройдя жизненный путь в 70 лет, перейти в следующий этап, который длится вечность, в котором вечный кайф и так далее. Теперь сказал нам Раби Яков, это Мишне. Он говорит, Ола Мазе, этот мир, он похож на коридор. Ты идешь по коридору, ты не знаешь, что будет за дверью. То есть открывается дверь, как знаете, помните, был «Золотой ключик» в детстве фильм, и там такая сдирается стена, открывается дверь, и там такой сияющий мир, да? Так вот этот мир полный страданий, да? Этот мир полон страданий. Человек все время думает, что я буду кушать завтра. Вообще, что я через час буду кушать. Час не ешь, уже хочется кушать. А как я буду жить? То есть в этом мире человек все время боится. Он боится, он опасается, он борется, он завидует. То есть этот мир, он похож на, ну, это мир страданий. Он себе выкруживает какие-то удовольствия, там, тут кайфанул от этого, тут от еды, тут какая-то цель сбылась, мечта. Он все время урывает себе урывки вот этого удовольствия, но есть дворец, это то, что будет после смерти у тех, кто это заслужит, где есть вечный кайф. И Раби Яков этой Мишнеу нам сказал, этот мир похож на коридор перед дворцом. Подготовь себя в коридоре, и, значит, ты войдешь во дворец. Все, вот это то, что, то, что, в принципе, сегодня мы узнали. Как себя готовить? Значит, Тора, это свет из того мира, который Бог дает, вот этот свет добивает в этот материальный мир, и дает нам знание и понимание о духовном мире, и о том, как работает материальный мир с точки зрения, ведь он же это проекция духовного, это Тора. Тора это свет. Заповеди, это волшебные ключики, делая которые, ты переносишь по частям себя в духовный мир. Я сейчас вспомнил анекдот, может быть, он не подходит, но я его расскажу. Сидели в одной камере разные преступники, и один из преступников, он был болен, ну, болен, как это называется, сифилисом, по-моему, да, какой-то болезнью, когда кусти тела отпадают. И они сидят в камере, и у него ухо отпало, и он бросает туда, вытянул за решетку туда это ухо. Потом у него палец отпал, он палец туда вытянул, и он по частям себя кидает за решетку. И один преступник ему говорит, другому говорит, смотри, говорит, он по частям убегает, то есть он туда убегает по частям. Может быть, это не так похоже на реальность, да, и может он этот анекдот, ну, не совсем он объясняет, что происходит, но каждый раз, когда ты делаешь заповедь, то есть ты выполняешь волю Бога, которая непонятно, зачем она в этом мире, зачем, почему там этот шаббат, почему это надо делать, а то не надо, но главное, что ты с каждой заповедью ты переносишь кусочки себя в этот дворец. И потом, когда тело отмирает в какой-то момент, ты остаешься, и вдруг ты оказываешься в таком в мире света, дворец, да, где полный кайф, то есть ты себя осознаешь, но у тебя нет никакого страха, у тебя нет никаких там сложностей, проблем, страха умереть, потому что ты уже понимаешь, когда ты оказался в мире света, то ты понимаешь, что смерти нет. То есть смерть есть только как специальная запрограммированная программа, которая заставляет человека бояться здесь и бороться за свою жизнь. Если бы не было смерти, человек бы думал, а что здесь мучаюсь? У меня впереди прекрасный этап, дык-дык-дык, сделал себе там 10-20 заповедей, и потом, оп, говорит, все, всем до свидания, и умер, и ушел туда. Но Бог специально сделал, чтобы было все честно, и человек в этом мире бегает, пыхтит, бегает, пыхтит, и давайте-ка, моя, моя, как бы, призыв к действию, да? Друзья, значит, давайте соблюдать заповеди, изучать Тору, и подготовимся ко дворцу. То есть, или человек может выбрать другую концепцию, он говорит, да не, нету дворца никакого, ничего нету, есть только ближайший гастроном, есть только ближайшая баня, и, значит, конец всего, это могила. То есть, это такая идея, такое описание мира, оно, в принципе, безнадежное, такая, безнадега конкретная. И, значит, я хочу напоследок рассказать анекдот о картине мира, в которой живет человек. Картина мира, в которой живет человек, формируется под влиянием других людей в детстве. И как-то одна маленькая девочка, она пришла к папе, и спросила, папа, я хочу понять, что это за мир такой, что дальше будет, откуда я взялась вообще, как все работает. Папа ей говорит, слушай, дочка, я сейчас тебе расскажу все. Значит, когда-то жили обезьянки, было много обезьян, и одна самая сильная обезьяна победила всех остальных обезьян. И она женилась на маленькой обезьянке, и у них родились еще маленькие обезьянки. И у них начала постепенно отпадать шерсть. Потом следующая самая мощная обезьяна победила, убила всех остальных обезьян, и женилась на самой красивой обезьянке, у которой было мало шерсти, такая лысая была обезьянка, и у нее начала дальше отпадать шерсть. И так они, значит, женились, переженились, всегда самая сильная обезьяна убивала самых слабых, и женилась на самой красивой. И в итоге, мы дошли до сегодняшнего дня, я женился на твоей маме, и родилась ты. Дочка послушала, говорит, интересно, какой мир прекрасный, ты описал. А ну, пойду к маме. Пошла она к маме, говорит, мама, как устроен мир, откуда я взялась? Мама говорит, когда-то был Бог, я тебе сложно сейчас объяснить, кто такой Бог, его невозможно постигнуть, понять. Он был всегда, это бесконечность, это... Это Бог, это Бог. Не могу объяснить, Бог это непостижимый. Но он создал мироздание. В этом мироздании он создал человека, это отражение Бога. Это отражение Бога, который человек, он создан по образу Бога, он может творить, создавать, у него есть свобода выбора. Потом он создал ему жену, это часть человека, помощник против него. И дальше у них... Начал ему рассказывать Тору сотворение мира, как все было. Дочка послушала, историю про Паттон послушала, про все прослушала, и говорит маме, мама говорит, какой красивый мир ты мне нарисовала, в котором, в котором этот мир похож на коридор, а впереди дворец. И так все прекрасно, все понятно. Но мне папа-то по-другому объяснял. Мне папа объяснял, что это мышь от обезьян, и как бы от обезьян, и пересказала то, что рассказал папа. Мама послушала, и говорит, дочка говорит, это все же понятно, говорит, папа тебе рассказывал про свою семью, а я тебе про свою. Вот так вот объяснила мама ей расхождение о взглядах. Действительно, каждый человек, он принимает в детстве описание мира, которое пришло к нему от родителя, у родителей от родителей, у родителей от родителей. И мамой объяснила дочке, что если они верят, что они обезьяны, значит, они, возможно, от обезьян. Может быть, их вера, она действительно такова. Но, говорит, каждый человек может выбирать, во что верить. Есть у нас множество моделей, мы верим в Тору, в модель Торы. Тора нам все объяснила, это божественный свет. Все, друзья, я вам желаю, чтобы вы напитались этим божественным светом Торы, чтобы вы выполняли заповеди, чтобы вы создали себе при жизни дворец для вечной жизни и что вы сегодня победили силы добра на выборах в Израиле. Все, удачи, всем пока. Напишите свои выводы, пожалуйста. Мне спасибо не надо, вместо спасибо Татьяна, лучше напиши, пожалуйста, свой вывод, что я поняла и что я собираюсь делать. Италия Рафальская, вместо Тадараба всем добра, напиши, пожалуйста, какой вывод у тебя появился после урока, какая-то мысль, вот мысль, которую ты для себя решила взять, как семя такое, чтобы оно дало плоды в дальнейших событиях. Все, вот это для меня будет лучшее спасибо, если вы будете именно изучать Тору для того, чтобы ей обучать. Послушал, сделал вывод и передал вывод. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok,